Ботанический сад Самарского университета имени Королёва, один из крупнейших университетских ботанических садов России и старейший на Средней Волге, откроет двери для посетителей 21 апреля. Об этом сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. В будние дни ботанический сад будет работать с 10 утра до 20 часов, а в выходные праздники с 10 утра до 17.00, санитарный день среда. Телеграм-канал Кировского района тем временем напоминает, что начался сезон клещей. Их особенно много по обочинам лесных троп и дорог. Находясь на природе, избегайте влажных затененных мест с густым подлеском и травостоем. Без надобности не забирайтесь в молодые поросли осенника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего. Выбирайте для прогулок светлые рощи, открытые поляны, где ветрено и солнечно. К концу 2024 года в Самарской области будет создано 92 профильных педагогических класса, информирует в своем телеграм-канале Градской департамент образования. В этих классах ребята изучают введение в психологию педагогику, развивают коммуникативные навыки и ораторское мастерство. Лучше узнают свои профессиональные предпочтения, демонстрируют педагогические таланты. За два последних учебных года в 150 школах Самарской области сформировали 52 педагогических класса наполняемостью 1038 человек. В музее-галереи «Заварка» проходит выставка «Самарские наличники». Об этом пишет телеграм-канал администрации Ленинского района. В каждом из трех залов музея представлены предметы, связанные с деревянными наличниками. Это дореволюционные, советские и современные столярные инструменты, детали резного декора, подлинный исторический наличник, литература, сувенирная продукция, посвященная окнам старых домов и обрамляющим их деревянным украсом. Выставка будет работать до 31 мая на Самарской 207А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok